Она сегодня будет петь для нас старинный, старинный романс. Мы сейчас хотим тебя поприветствовать от Союза Концертной Дети. Пожалуйста, попросим. Представителя организационного. Дорогие друзья, я Галю Даг... Дорогая Галина Владимировна, сердечно поздравляем вас к юбилеям. Примите наши самые сердечные пожелания, радость, кофе и отлично здоровья. Много света, тепла, добра. Будьте счастливы и любимы. С уважением к вам, Союз Концертной Дети. Я от себя могу добавить, что Галю Баранову я знаю безумно много лет, когда она только-только поступила к нам в концерт. Это была сенсация в концерте. Потому что все, что Галя тогда творила и делала, мы все удивлялись, мы все были покорены ее голосом, уникальнейшим голосом, контрольным. Я думаю, что Галя еще много-много лет будет доставлять нам много приятных. Галя, Галя, я тебя с тобой. А это наши друзья. Статьяна. Да, сейчас я хочу... ...эпозитора Валерия Минкина. Ведь у нас за фортепиано Валерия. А теперь Валерий, главный дирижер, мюзик-холл. Валерий был некоторое время художественным руководителем весна-романса, да? Музыкального. Музыкального, да. Весна. И это такая традиция. Собираются в большом зале. Вообще не все, как говорится, принимают этот романс в большом зале. Но Галина брала публику и в ВКЗ много раз, и творческий вечер проводила. И, конечно, композиторы всегда обращают внимание, да, на таких лиц. И что ты скажешь? Может, Павлович, по словам, я могу сказать. Я не мастер слова, мастер, можно сказать, музыкирования. А хочу сказать, что нас, я вам благодарю тот день, то время, когда нас вдруг в таком концерте, в празднике романса, это, правда, был не праздник весны, а праздник осени, да, мы встретились с Галиной, потому что в то время мы просто слышали друг о друге всегда, да? Но мир тесен, Галя воспитывает сына, моего, да, моего одноклассника, мы с ним за парком вместе сидели. И вот оказалось, что, кстати, вот такая близость оказалась у нас не только музыканами, но еще и каких-то, что-то такое, что нас изменяет оттуда. Вообще, Галочка, я, когда услышал впервые тогда твой голос, я, ну, поражен, что такая краска, ну, мимо меня всегда существует, ну, проходила. То есть я до сих пор мечтаю и не могу, пока еще не могу, может быть, дорасту до этого момента, когда ничто, и тебя не пришло. Для тебя нужно особо это написать. Ну, надо постараться. Постараюсь, я постараюсь вязать. Постараюсь. К сожалению, у меня нет исполнителя, придется моим, извините, комарийным голосом, по сравнению с Галями, возможностями, вот пропеть моих... Как же себя не заглушили. Впервые он прозвучал в исполнении Царева, моего друга и соратника вместе в родном театре на работе. Я вот ему, как бы, доверил свою душу в этом романте. Роман называется «Не говори». Слова Ксеволда Корчагина. Слова Ксеволда Корчагина. Слова Ксеволда Корчагина. Слова Ксеволда Корчагина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 был в концерте, в бывшем лен-концерте. Она знает многих. Она знает и как начинали эти артисты. Вот она уже была зрелой артисткой, а я только начинала. Там кто-то... Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Спасибо за просмотр! 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 Спасибо за просмотр!